уважаемые участники ровно 5 часов начинаем нашу лекцию сегодня также очень интересная очень важная лекция она посвящена одной из центральных технологий бережливого стартапа это технология исследования потребителя или как традиционно называют в сфере старта проектирования customer development просто интересно для начала узнать слышали ли вы такую формулировку customer development кто-нибудь поднимите руки пожалуйста но учитывая что немногие слышали это значит что будет полезно полезная лекция сегодня давайте я вам напомню основные принципы бережливого стартапа и как следствие позиционирую вот эту технологию customer development в общую систему развития стартапа по методологии бережливый стартап как вы знаете вы уже выполняли несколько миссий что для того чтобы стартап стал бережливым необходимо каждый шаг каждый этап проверять правильный он или нет мы это делаем на основе гипотез когда мы хотим развивать наш стартап двигаться вперед каждый шаг мы формулируем гипотезу правильно ли мы пойдем если гипотеза в результате нашего исследования подтверждается значит этот шаг в верном направлении и мы этот шаг делаем прежде чем сделать следующий шаг мы формулируем следующую гипотезу и и проверяем и двигаемся дальше как вы знаете если мы реализуем методологию бережливого стартапа то развитие стартапа происходит последовательно как формулировка и проверка гипотез одни гипотезы проверили после того как их проверили и сделали выводы и соответствующее решение приняли после этого формулируются новые гипотезы и движение продолжается проблемное интервью это один из методов исследования рынка прежде чем сделать какие-то шаги стартапа но в частности в методологии кастом и девелопмент выделяют несколько видов интервью это проблемное интервью решенческое интервью и ценностное интервью все эти интервью они помогают нам ответить на ряд вопросов проверить определенные гипотезы и как следствие сделать правильные шаги по своему названию проблемное интервью оно касается с проблемой очевидно что проблема касается того потребителя кому мы хотим помочь решив эту проблему поэтому проблемное интервью она полностью полностью фокусируется на потребителя и на его проблеме на какие вопросы отвечает проблемное интервью в целом в первую очередь кто наши клиенты в чем их проблема суть этой проблемы как она решается в настоящее время как наш клиент сталкивается и при по или серии проблемных интервью результатом будет ценностное предложение то есть мы формулируем некоторые наши предложения которые направлены по отношению к определенному в ходе проблемного интервью потребителю с решением той проблемы которая была уточнена также форме проблемного интервью таким образом результатом результатом проблемного интервью станет ценностное предложение я его сформулирую впервые здесь мы много раз будем возвращаться к этой формулировке но ценностное предложение в самом простом его на виде звучит следующим образом мы мы называем далее кто мы конкретно решаем проблему b такую-то проблему для клиента c называем конкретного клиента при помощи d определенной технологии методики инструментария и так далее и так результатом проблемного интервью будет ценностное предложение когда у нас есть ценностное предложение тогда у нас есть все условия и возможности для того чтобы создать минимальный жизнеспособный продукт или прототип когда у нас есть прототип когда у нас есть какой-то первый образец который мы можем предложить нашим потенциальным клиентам тогда становится актуальным так называемое решенческое интервью решенческое интервью это интервью уже на уровне когда у вашего стартапа есть первое приближение продукта которые вы представляете своему клиенту представьте себе что вы встречаетесь с клиентом с вашим образцом продукции и вы беседуете с вашим потенциальным покупателям о том что что он видит в виде нашего прототипа удовлетворен ли он его характеристиками что в нем нашего потенциального потребителя устраивает что не устраивает что хотелось бы изменить и вот этим всем вопросом посвящено решенческое интервью решенческое интервью само по себе традиционно заканчивается вручными продажами или первыми единичными продажами если решенческое интервью закончилось продажами можно считать что ваше решенческое интервью своей цели добилась какие же долгосрочные цели преследует решенческое интервью решенческое интервью помогает нашему стартапу наиболее оптимальным образом перейти от существующего на тот момент прототипа, а к уже более совершенному продукту, который потенциально может быть использован для масштабирования нашего бизнеса. После того, как у нас есть продукт, который удовлетворяет в основном в целом нашего потребителя, который дает нам возможность масштабировать наш бизнес, и мы наладили поток продаж с достаточным темпом роста, здесь нам уже будет полезен третий вид интервью – это ценностное интервью. Ценностное интервью, оно, как правило, проводится не для наших потенциальных покупателей, а уже для наших фактических, реальных покупателей, то есть для тех, кто нашу продукцию уже купил. Что же проверяется в рамках ценностного интервью? Ценностное интервью помогает нам понять, оправдались ли ожидания клиента после того, как он купил нашу услугу или продукцию. Какую ценность реально может быть, в отличие от того, что ожидалось, получает наш клиент? Что он получает еще, кроме того, что он ожидал получить? Возможно, у клиента после покупки нашего продукта есть какое-то разочарование, неудовлетворение, недостаток той ценности, которую он планировал получить в результате покупки нашей продукции. И на эти как раз вопросы отвечает ценностное интервью. Если говорить упрощенно, то ценностное интервью отвечает на вопрос, что же все-таки в реальности купил наш клиент, покупая нашу продукцию. И также можно обобщить результат ценностного интервью, как ответом на вопрос, подтверждена ли заявленная нами ценность клиентам или нет. То есть то, что мы рекламировали клиенту, что он получит, какие ценности возникнут в результате приобретения нашей продукции, это оправдалось или не оправдалось. Вот некоторое общее видение цепочки исследования потребителя в терминологии или в общей методологии бережливого стартапа. Есть ли на данный момент у вас вопросы по поводу вот такого движения? Хочется отметить, что в этой серии интервью есть, конечно, логика и четкая последовательность. Но каждый этап, первый вид интервью, второй и третий, они существенно отличаются друг от друга. Так, например, если проблемное интервью – это интервью на основе по большой части открытых вопросов, то решенческое интервью – это в основном закрытые вопросы. Дело в том, что во время проблемного интервью нам надо максимально глубоко и как-то разнообразно почувствовать проблему, которую испытывает потребитель, которую мы, может быть, в полной мере без помощи потребителя не узнаем. То в этом случае нужны открытые вопросы. Когда у нас есть прототип и когда у нас есть конкретные его характеристики, то здесь нам нужно знать конкретные пожелания наших клиентов по конкретным изменениям, улучшениям, доработкам нашего продукта. И в этом случае нам нужны уже закрытые вопросы. Ну а что касается ценностного интервью, то здесь, наверное, все вопросы будут уместны и закрытые, и открытые. И самая главная цель – это понять, что мы продаем. В большей степени, с моей точки зрения, с субъективной точки зрения, ценностное интервью также возвращается в сферу открытых вопросов, потому что понять, что купил клиент на каких-то закрытых вопросах с фиксированным перечнем ответов, конечно, сложно, потому что результат может быть настолько непредсказуем и настолько ценным, что, конечно, здесь нужны открытые вопросы. Итак, исследования потребителя проводятся в три этапа. Это проблемное интервью, помогает найти боль клиента и сформулировать ценностное предложение. Второе – это решенческие интервью. Они помогают проверить, подходит ли наш первоначальный прототип, минимальный жизнеспособный продукт для решения боли клиента. И ценностное интервью, которое проверяет ценность нашей продукции для клиента после ее покупки. Перейдем непосредственно к проблемному интервью и к некоторым детальным вопросам по его проведению. Базовые правила. Для того, чтобы провести проблемное интервью, конечно, нужно иметь цель и готовиться. Формулировка цели и подготовка, конечно, необходима для любого интервью. И проблемное интервью не является здесь исключением. Но, тем не менее, это нужно также повторить и всегда учитывать. Как мы уже отмечали, цель проблемного интервью – это максимально понять клиента, понять его проблему, понять те условия, в которых он с проблемой сталкивается, и другие моменты, такие как причины этой проблемы, какие-то контексты, в которых клиент сталкивается с проблемой, и другие моменты. Поэтому в проблемном интервью необходимо следовать за респондентом, давать ему максимальную свободу и получать, как следствие от него, максимальную информацию. Здесь чаще всего неприемлемо использовать скрипты, и лучше всего вести запись или заметки, а обращаться лучше голосом, так как общение вживую, как правило, дает более комфортную обстановку для респондента, чтобы рассказать больше о своей проблеме и о других вопросах, которые нас интересуют. Когда мы проводим проблемное интервью, чаще всего мы делаем это с достаточно большой аудиторией. Но важным является правило, что проблемное интервью не должно быть фиксированным и однажды определенным. Когда мы проводим первые проблемные интервью, несколько первых проблемных интервью мы провели, после этого необходимо остановиться, провести рефлексию, понять, насколько эффективны наши вопросы, насколько удачно последовательность этих вопросов. Есть ли, может быть, вопросы, которые не помогают нам понять ответы на наши вопросы? Другими словами, проведя несколько проблемных интервью, необходимо посмотреть, насколько они эффективны, и провести комплексную работу по усовершенствованию и повышению эффективности нашего проблемного интервью. Таким образом, уже к завершению процесса проблемного интервью, проблемное интервью может уже, в принципе, практически не быть похожими на то, которое было при первых интервью. Последнее интервью может быть уже совершенно другим по сравнению с первоначальным. Следующим правилом является то, что при проведении проблемного интервью нужно достаточно внимательно относиться к тому, кому мы задаем вопросы. Проблемное интервью можно задавать людям, к которым проще всего обращаться. Но далеко не всегда такой подход будет эффективным, потому что если обращаться к людям, к которым проще всего обратиться, скорее всего, может так получиться, что они не испытывают неудобств от проблемы, которые мы изучаем. Может быть, она вообще их не касается. Поэтому, когда мы проводим проблемное интервью, всегда надо подбирать те группы, для которых проблема, которую мы планируем решить, она является актуальной, злободневной. И, несмотря, может быть, на сложность выхода на эти группы, опросы именно этих респондентов дадут наилучший результат и больше всего полезной информации. Вопросы на проблемном интервью. При проведении проблемного интервью есть достаточно четкая схема и последовательность вопросов. В первую очередь, как правило, ограничивают проблемное интервью относительно небольшим количеством вопросов. Как правило, это не более семи открытых вопросов. Какие же вопросы включают в проблемное интервью? Ну, во-первых, это отсекающий вопрос. Вопрос, отсекающий нецелевой сегмент. Ну, например, мы хотим изучить рынок услуг репетиторов, предположим. Тогда отсекающим вопросом будет вопрос о том, пользовались ли вы услугами репетитора последние два месяца, допустим. Если респондент отвечает на этот вопрос отрицательно, значит вопрос отсекает этого респондента как нецелевой сегмент нашего проекта. Вторая группа вопросов. Это вопросы про опыт и прошлое, ограниченные во времени. Опять же, ограниченные во времени для того, чтобы давать конкретику нашей ситуации. Вопросы про опыт касаются о опыте встречи нашего респондента с проблемой, которую мы планируем решить. Предположим, что проблемой, которую мы хотим решить, является сложность регистрации на спортивные тренировки в частных клубах у населения. В этом случае вопросом, который мог характеризовать опыт сталкивания с проблемой, может звучать следующим образом. Вспомни, когда за последний месяц ты не смог пойти на фитнес и почему. Конечно, этот вопрос является не единственным вопросом, который помогает почувствовать проблему, с которой сталкивается наш респондент. И здесь может быть 2, 3, 4 вопроса, которые характеризуют о встречу нашего клиента с проблемой. Следующая группа вопросов – это вопросы про решение этой проблемы в настоящее время. Таким образом, для нас важно не только понять, как конкретно наш клиент сталкивается с проблемой. нам важно понять, решает ли он эту проблему в настоящее время каким-то альтернативным способом или нет. И тогда возникает вот эта третья группа вопросов – вопросы про решение боли в настоящее время. Тогда по тому же кейсу, который мы обсуждали в предыдущий раз, таким вопросом может быть «Какими приложениями для фитнеса ты пользуешься?» «Покажи на смартфоне». И здесь мы приглашаем нашего респондента ответить на вопрос, как, каким образом он старается, планирует или фактически решает проблему организации своего фитнеса в частных клубах. И четвертая группа вопросов – это профилирующие вопросы, которые помогают нам лучше позиционировать наш проект по целевой группе. В частности, профилирующие вопросы касаются пола, возраста, семейного положения, дохода, должности и других. Задавая этот вопрос, мы получаем более точную информацию по нашим подгруппам и целевой группе в целом. Как следует готовиться к проблемному интервью? Как мы говорили, что к любому интервью нужно готовиться, и для того, чтобы подготовиться к проблемному интервью, нужно решить две ключевые задачи. Во-первых, это поработать над постановкой вопросов в проблемном интервью. Постановка вопросов в проблемном интервью должна помочь нам ответить в целом, в общем, на следующие вопросы. Что я хочу узнать? Зачем мне это нужно? Что конкретно я узнаю или планирую узнать? Что я, может быть, хочу проверить? И какие критерии того, что я получу какой-то результат, какой критерий проверки моих предположений? Таким образом, задавая вот эти общие вопросы, мы непосредственно переходим к формулировке гипотез. И проблемное интервью, как и любое классическое движение в рамках бережливого стартапа, нам дает ответы на гипотезы, которые мы формулируем. То есть, проблемное интервью подтверждает или опровергает гипотезы, которые мы заранее при подготовке к нему формулируем. Давайте рассмотрим пример проблемного интервью и некоторые подготовительные работы, прежде чем его проводить. Предположим, что мы реализуем бизнес, который состоит в предложении услуг приложения, помогающего молодым мамам вызывать врача НАДО. Вот такой проект. И мы хотим понять, насколько актуально будет это предложение нашей потенциальной целевой аудитории. Прежде чем проводить это интервью, мы формулируем гипотезу, которую мы хотим проверить. Итак, я предполагаю, что мамы вызывают педиатра на дом, когда заболел младенец. Вот эта гипотеза. Для того, чтобы это проверить, я опрошу 20 мам с детьми в возрасте до года. Это уже формулировка того, как мы будем двигаться, что мы будем конкретно делать. И критерий проверки нашей гипотезы. Я окажусь прав, если более 80% опрошенных за последний квартал вызывали педиатра на дом. Как вы видите, здесь достаточно просто и лаконично изложен весь процесс от начала формулировки гипотезы до предполагаемого результата и проверки его по результатам опроса. После проведения самого проблемного интервью делается вывод о том, подтверждаются или опровергаются сформулированные ранее гипотезы. Ну и делаются соответствующие выводы насчет того, насколько перспективен наш проект и как мы будем двигаться дальше. Также приведу пример неработающих гипотез и дам пояснение, почему они являются неработающими гипотезами. Ну вот первое. Я предполагаю, что когда болеет ребенок, маме не хватает времени на себя. Ошибочность данной гипотезы состоит в том, что эта гипотеза на уровне здравого смысла. Для того, чтобы сформулировать более содержательную гипотезу, которая может привести нас к дальнейшим эффективным действиям, ее нужно изменить, ее нужно конкретизировать и сформулировать с точки зрения именно нашего проекта, именно наши услуги, которые мы нашей целевой аудитории предлагаем. Следующее. Я предполагаю, что когда болеет ребенок, мамы тратят не менее трех часов на лечение. Эта гипотеза ошибочна в том, что она не ведет к пониманию поведения клиента. Действительно, мамы тратят определенное время на лечение, но это не дает нам новой информации для того, чтобы что-то предложить. Потому что потратить время, дополнительное время при лечении ребенка наши потенциальные клиенты могут, но это совсем не значит, что они будут заинтересованы именно нашим продуктом или услугой. Рассмотрим еще один, еще ряд вопросов на проблемном интервью. Здесь в данном случае речь идет о бизнесе, который занимается рекрутингом работников на массовой позиции. Вот какие вопросы могли бы быть заданы на проблемном интервью в этом случае. Сколько сотрудников в месяц вам требуется подобрать на массовой позиции? Занимается ли компания этим самостоятельно или это отдано на аутсорсинг? Почему принято такое решение? Как мы видим, первый вопрос посвящен наличию проблемы. Второй вопрос из этих двух посвящен уже непосредственному отслеживанию, как в настоящее время эта проблема решается у нашего респондента. Далее вопросы. Какие проблемы в процессе подбора вы могли бы выделить? Это опять же проблема. И второй вопрос. Как сейчас решаются эти проблемы? А это уже вопрос из раздела «Как решается проблема в настоящее время?» И примерная стоимость подбора одного сотрудника. Вот какие вопросы могут быть заданы в случае реализации бизнеса по представлению услуг рекрутинга на массовой позиции. Предположим, что мы предлагаем сервис обучения финансовой грамотности подростков. Тогда при изучении целевой аудитории вопрос подростку может звучать следующим образом. Ссоритесь ли вы с родителями из-за денег? Этот вопрос подводит нашего респондента к той проблеме, которую мы хотим почувствовать, найти и как следствие решить. Следующий бизнес. Сервис улучшения климата в семье за счет напоминания о подарках и вариантов совместного досуга в семье. Тогда вопрос на проблемном интервью может звучать следующим образом. Вопрос мужу. Чем вы радовали жену последний раз? И соответственно вопрос жене. Чем вас радует муж по каким-то значимым датам событий? Мы говорили о том, что при проведении проблемного интервью необходимо достаточно внимательно относиться к аудитории, которую мы планируем опрашивать. Найти респондентов не всегда простая задача. Вот несколько советов, которые дают опытные специалисты в сфере стартап-проектирования. Например, предлагают спрашивать контакты у экспертов, у друзей и знакомых, ищут места скопления представителей клиентского сегмента. Это какие-то форумы, конференции, круглые столы, это может быть социальные сети и интернет-форумы. В некоторых случаях некоторые специалисты по проблемному интервью предлагают представляться журналистам, студентам. если журналистам, то журналист, который изучает какую-то проблему и задает соответствующие вопросы лицам, которые имеют какое-то отношение к этой проблеме, а если мы представляемся студентом, то мы заявляем о том, что мы изучаем какое-то явление или процесс окружающего мира в учебных или научных целях и хотим сделать научно обоснованные выводы. И в этом случае наши вопросы будут восприняты обоснованно, последовательно и комфортно. Если мы, например, хотим провести опрос представителя какой-то организации, то можно использовать обращение к секретарю и обращение к этому сотруднику через секретаря. Если нам нужно найти конкретно экспертов в определенной сфере, то мы смотрим на публикации в СМИ, изучаем экспертов, которые публикуются по тем или иным темам и сферам и обращаемся именно к тем, кто занимается той тематикой, которую мы хотим изучить. Также существует ряд чатов в Телеграме, которые также помогают найти единомышленников и провести проблемное интервью для большого количества респондентов. И вот чат, в котором постоянно встречаются единомышленники, проводящие проблемное интервью, представлен на слайде. зайдите в эту группу, посмотрите, какие проблемные интервью там формулируют, там по-прежнему идет активная работа, и результаты, которые получаются в вопросах в этом ресурсе, они достаточно качественные и профессиональные. рано или поздно, когда вам потребуется изучение мнений и информации многих респондентов, возникает вопрос об автоматизации кастома девелопмента. Возникает вопрос, что лучше, персонализированное неавтоматическое интервью или автоматизированное массовое интервью. Ответ на этот вопрос вполне закономерен. Когда мы только начинаем проблемное интервью, когда мы еще не до конца отработали все наши вопросы, когда у нас еще недостаточно опыта и мы чувствуем, что вопросы нашего проблемного интервью требуют значительной доработки, в этом случае автоматизированное интервью использовать нецелесообразно. Начинать всегда нужно с неавтоматизированного интервью. Но тогда, когда наше проблемное интервью уже отшлифовано, когда наши вопросы уже эффективны и когда мы готовы выходить на массовый рынок, тогда автоматизированное интервью является очень эффективным инструментом и, наверное, единственным в некоторых ситуациях, когда нам нужно быстро за короткий срок опросить большое количество респондентов. Ну и как же отвечают на вопрос, какое интервью должно быть? Итак, интервью может быть автоматизировано, если набрано более 20 очных интервью и мы видим уже определенные повторы, то есть есть некоторое зацикливание в полученных ответах, то есть мы уже получили некоторую первую первое приближение картинки, которые хотели увидеть. Второе, автоматизированное интервью целесообразно, если первый заданный вопрос профилирует аудиторию и отсекает нецелевой сегмент, то есть если в нашем интервью есть отсекающий вопрос, то автоматизированный опросник конечно целесообразен. И третий случай, он конечно здесь представлен последним, но далеко не единственным, это если вы получаете некоторые скажем так средние оценки, то есть примерно равное распределение ответов на один и тот же вопрос и нужны некоторые более точные статистические подтверждения или опровержения наших результатов. То есть если ответы неочевидные, если они пограничные, тогда целесообразно автоматизированное интервью. Что является результатом проблемного интервью? как мы говорили, результатом проблемного интервью является ценностное предложение. Ценностное предложение имеет свой шаблон. Звучит он следующим образом, я повторюсь, это мы, такая-то компания или такая-то группа, решаем проблему B, конкретно формулируется проблема, для клиентов в C, мы пишем кто конкретно, целевая аудитория, при помощи D. Какую именно технологию или инновацию или инструмент мы используем, в отличие может быть наших конкурентов, для того, чтобы эту проблему решить и чтобы клиент обратился именно к нам. Если мы делим нашу целевую аудиторию на несколько сегментов, то и подход или столкновение с проблемой, столкновение с болью у этих сегментов будет разное и, как следствие, ценностное предложение для каждой группы, которым мы хотим предложить нашу услугу или продукт, должно быть разное. Это нужно учитывать. Итак, ценностное предложение для каждой подгруппы наших клиентов должно быть уникальным и отличаться в общем случае от ценностных предложений других групп. Мы завершили раздел, посвященный проблемным интервью и переходим к решенческим интервью. И у меня вопрос к аудитории. Есть ли у вас какие-то вопросы по проблемному интервью? я сейчас просто смотрю комментарии в чате. Пока комментариев в чате нет. Хочу позиционировать тот материал, который я представил сейчас. Дело в том, что проблемное интервью будет центральным элементом четвертого задания нашей акселляционной программы. В рамках четвертого задания акселляционной программы вам необходимо будет самим подготовить вопросы для проблемного интервью и это проблемное интервью реализовать. Я хочу вас поддержать, вдохновить в том, что проведя свое первое проблемное интервью вы можете обнаружить очень много неожиданных и интересных фактов, о которых возможно вы даже не догадывались. Проблемное интервью это как некоторая увлекательная книга, как история, сюжет которой нам неизвестен и результат развития событий также неизвестен. Поэтому проблемное интервью это как интересная книга, которую я советую вам не просто сделать автоматически, а именно отнестись это как к увлекательной истории, которая кроме удовольствия прочтения этой истории даст вам еще много интересных выводов, полезных для реализации вашего бизнеса. Переходим к решенческим интервью. Напомню, что решенческие интервью мы нам целесообразно проводить тогда, когда у нас есть уже минимальный жизнеспособный продукт, когда у нас есть первый вариант услуги, которую мы можем предложить нашему клиенту, и решенческое интервью, в отличие от проблем интервью, уже теоретически и в хорошем случае может закончиться первыми продажами. И если решенческое интервью заканчивается продажами, это значит, что оно было успешным. Главная цель решенческого интервью это проверить, подходит ли наш продукт для решения боли клиента. Опять же, обратите внимание, вопрос звучит так, подходит ли наш продукт. То есть у нас уже есть первый вариант, у нас есть прототип, образец, который мы можем предъявить нашему клиенту на этом решенческом интервью. Вопросы на решенческом интервью структурируются следующим образом. во-первых, так же, как и на проблемном интервью, как правило, ставится ограничение сверху по количеству вопросов. Итак, это не более 20 вопросов и, опять же, в отличие от проблемного интервью это не открытые, а закрытые, конкретизированные вопросы, посвященные именно нашему продукту и соответствию этого продукта или услуги ожиданием и запросам наших респондентов. Начать можно с того, что спросить, проводились ли с ними проблемные интервью и найти людей, которые похожи на эту целевую группу. Мы задаем вопросы о продукте. Соответствует ли наш продукт по основным его характеристикам решению проблемы нашего клиента от 0 до 10. Мы предлагаем оценить наш продукт здесь уже в более открытой форме, но также ожидаем оценку нашего продукта по конкретным его характеристикам. также мы задаем вопросы, какие полезные характеристики продукта наиболее приоритетны для нашего клиента от 0 до 10. После того, как мы определили приоритетность ценности, характеристик продукта для клиента, мы занимаемся опросом наших клиентов, потенциальных клиентов, про каждую функцию или характеристику нашей услуги или продукта. Также, как и в проблемном интервью, мы задаем профилирующие вопросы, которые помогают нам лучше позиционировать нашу целевую аудиторию, которые включают в себя пол, возраст, состав семьи, доход и должность и так далее. Целью и результатом решенческого интервью является в идеальном случае ручная продажа или получение предоплаты заключения договора. Это может быть аванс, полная оплата, соглашение о намерениях или соглашение о реализации пилотного проекта. Переходим к третьему этапу кастом и девелопмент. Это ценностное интервью, которое проводится уже после совершения покупки и имеет цель подтвердить или опровергнуть или конкретизировать ту ценность, которую получает наш покупатель. Вопросы ценностного интервью они также значительно отличаются от предыдущих интервью. Дело в том, что наш покупатель уже купил наш продукт и у него уже есть опыт его использования. И в этом случае мы задаем вопросы чаще всего открытого характера. Что вы у нас купили? Ну, понятно, формально по договору мы купили конкретную услугу или продукт, но здесь мы задаем вопрос, а что в реальности чувствует клиент, приобретая наш продукт или услугу? Также нам нужно знать, почему он купил именно наш продукт, между какими продуктами или услугами он делал выбор и остановился именно на нашем продукте. Также нам важен его пользовательский опыт, то есть что ему понравилось, а что нет. Вопросы ценности продукции определяются степенью лояльности нашего клиента. И тогда мы задаем такие вопросы. Готов ли он нас рекомендовать другим окружающим его людям? Также важно узнать, как изменилась его жизнь после использования нашего продукта. это дает нам очень важную ценную информацию о том, что мы можем сделать в нашем продукте или услуге лучше и как мы лучше можем удовлетворить нашего потребителя. И конечно же, как и в предыдущих видах интервью, опрос заканчивается профилирующими вопросами про пол, возраст, семейное положение, доход и должность. Есть ли какие-то вопросы по всем видам интервью, которые мы прошли? И у нас есть несколько еще комментариев непосредственно про минимальный жизнеспособный продукт. Мы не говорили о минимальном жизнеспособном продукте. О нем в принципе у нас будет отдельная лекция через несколько занятий, через несколько мероприятий. Но уже здесь, на этой лекции, когда мы говорили о том, что предпосылкой для проведения решенческого интервью является минимальный жизнеспособный продукт, то здесь необходимо все-таки акцентировать внимание на том, что минимальный жизнеспособный продукт это прототип, опозволяющий минимальными ресурсами подтвердить или опровергнуть гипотезу ценности нашего клиента. Минимальный жизнеспособный продукт это некоторая точка, некоторый переходный момент от гипотезы ценности к гипотезе роста, как мы с вами раньше говорили. Минимальный жизнеспособный продукт может быть представлен в виде ролика презентации на вебинаре или на странице в интернете. Вот это все, что я хотел вам рассказать про проблемное интервью и готов ответить на ваши вопросы. Так, сейчас посмотрим. Предположим, у нашего проекта сейчас разрабатывается MVP, вот этот прототип. Должны ли мы как-то его предоставлять жюри этого конкурса акселератора? Нет. Нет. Если бы был готов MVP, это было бы, конечно, здорово. И нужно сказать, что у некоторых проектов MVP уже есть. То есть они уже его создали, либо планируют в ближайшее время создать. Но на финальных презентациях нашей акселерационной программы это не является обязательным. Дело в том, что в нашей акселерационной программе участвуют проекты самого разного уровня. Они могут быть только что созданными, на основе только что сформулированной идеи, могут быть более продвинутыми проектами. Даже более скажу, что в нашем акселераторе есть проекты, которые заявляют по крайней мере о существовании уже готового продукта, с которым они выходят на рынок. Не то, что даже MVP, а вот готовый продукт. Но, как говорится, у нас есть экспертная комиссия, которая по достоинству оценит проекты на любой стадии и найдет то самое зерно, ту самую перспективу и потенциал, который несет проект, независимо от того, на какой стадии находится проект во время презентации. То есть получается, что MVP, наличие продукта никак не влияет на результаты? На участие в конкурсе нельзя сказать, что никак не влияет. Конечно, влияет. Конечно, наличие продукта, если он в действительности является эффективным прототипом, влияет. Но если это просто заявление, которое соответствует желанию команды, команда просто немножко пофантазировала, да, и она считает, что у него есть прототип, тогда тогда это будет конечно, интересно послушать, но экспертная комиссия все обязательно расставит по своим местам. Ну что же, если вопросов больше нет, я еще раз посмотрю наш телеграмм. В телеграмме также нет вопросов. Тогда мы завершаем. Большое вам спасибо, что вы пришли, спасибо за вопросы. Вопросы можно задать еще и в телеграмм по результатам нашего мероприятия. Также традиционно хочу объявить или напомнить о том, что все желающие могут проконсультироваться по поводу своих проектов, получить некоторую обратную связь экспертизу. Поэтому все желающие пожалуйста приглашаются на консультацию и экспертизу традиционно. Спасибо. На этом завершаем. И анонсирую следующее мероприятие нашей программы. Оно пройдет послезавтра, в среду. Это будет важное мероприятие, установочный семинар по выполнению четвертой миссии. Центральным элементом миссии четвертой будет проведение проблемного интервью и как следствие проведение процедуры исследования потребителя. Не пропустите, будет важно, будет конструктивно. Благодарю за внимание. До встречи в среду. Продолжение следует...